Не надо бояться оценки, но если человек завидует и оценивает, тогда не нужно на это обращать внимание. У меня были случаи, на лекции человек встает и начинает просто оскорблять. Это зависть, злоба. На это не надо обращать внимание, надо ему сказать, все, все, садись. Нет смысла на это поддаваться. Здесь уже работает твердое понимание. Ты сравниваешь чувства от Бога, которые идут по отношению к тебе. Он, допустим, что-то тебе говорит, ты можешь согласиться с ним, если Бог согласен в сердце. И ты в сердце слушаешь, смотришь, Бог не согласен. Ты ему говоришь, ладно, я понимаю, в чем причина ваших слов. Садитесь, пожалуйста. Можно согласиться с ним даже. Это тоже хорошо. Меня разок так сильно начали критиковать в интернет, везде там лили. Знаете, когда вот люди говорят, что ты хорошее сделал, и потом еще говорят, что плохое. Вот это называется правильная оценка. Но когда люди берут все плохое и хорошее как будто не замечают, это называется лить грязь на человека. Ну то есть они берут все плохое, вот честно, то, что было плохое, но хорошее вообще не замечают. Это называется лить грязь. Я пришел к наставнику, говорю, вот на меня льют грязь. Что мне делать? Он говорит, радоваться. Потому что эти люди, они на самом деле, если ты принимаешь это, что они имеют право на тебя лить грязь, принимаешь, то они съедают твои грехи, эти люди. Они как санизаторами работают, знаете, в войну, в Великую Отечественную войну, в рану пускали опарышей. В гнойную рану пускали опарышей. Опарыши сами по себе это грязные существа, они гноем питаются. Это мухи, да, маленькие личинки мух. Но представляете, эти опарыши, они съедали в гнойной ране, если невозможно было сделать операцию, они весь гной съедали, и так как гноя нет, они все выползали наружу. Там гноя нет, им надо что-то еще кушать. И они выползали, их собирали. Все, рана вся очищена и заживает. Ну, то есть опарыши нужны, понимаете, вот эти вот санизаторы, которые... Они, оказывается, нужны в жизни, надо просто так и принять их. И когда я научился, я думаю, Господи, спасибо тебе за это, что ты так очищаешь меня, что как бы даже я от своих грехов не сам очищаюсь, а прям добрые люди помогают. Вот, на себя все это берут. Потому что, понимаете, вот, допустим, у меня был случай один в жизни. Один мой знакомый, он осудил своего друга за то, что тот бросил жену. Ну, жестоко осудил. И потом сам бросил жену точно так же. Через какое-то время. Я думаю, ничего себе, как это работает, система. То есть в чем причина? Причина в том, что нужно видеть порог человека. Ну, как бы стараться по-доброму относиться к этому, если у тебя нет непосредственного влияния на него. Допустим, если это твой сын, ты должен его наказать. Наказывай. Сначала прости, потом наказывай. Вот, если ты прокурор, тогда посади там сколько нужно. Ну, а если ты вообще не при делах, как бы, ну, то есть, ты сам по себе, этот человек сам по себе. Тогда, что ты на него злишься-то? Ну, что, ты сам не совершал плохих поступков? Ну, то есть, понимаете, если ты злишься, значит, ты сам скоро сделаешь то же самое. Потому что ты собираешь испражнения других людей, собираешь для того, чтобы этот поступок сделать. Ты питаешься гноем. Поэтому не надо ничего осуждать. Нужно просто вот прощать людям, терпеть. Если твоя есть воля, ты должен наказать, наказывай. Допустим, кто-то бьет кого-то, у тебя есть сила, иди, защити. Или ты милиционер, иди, защити. А если ты слабый человек, вызови милицию. Ну, ты что-то делай, если ты должен что-то делать. Что-то делай. Но если ты не можешь, прости. Вот по телевизору что-то смотришь, там что-то делают, прости. Ты ничего не можешь сделать. Это по телевизору. Помолись за этих людей. Часто люди из каких-то соображений начинают лить грязь на других людей. Это очень опасно. Это Бог больше всего не любит. Лить грязь на кого-то. Очень опасно. Будьте осторожны. В связи с этим пониманием, что такое оскорбление, я хотел бы вам рассказать важную историю. Один царь получил такое испытание в жизни. К нему прямо в царский покой зашел святой человек. Причем он имел возможность заходить куда угодно. Его не могли остановить. У него была такая сила. Он шел, его никто не останавливал. Думали, что свой. Этот царь, он не смог проконтролировать ситуацию. Пришел этот священник. Прямо царю говорит, дайте мне, пожалуйста, милостыню. Он говорит, а ты что, не мог обратиться к моим придворным? Вот всех, кого спрашивают милостынюю, всех кормят там. Что ты ко мне-то пришел? Мне без тебя дел хватает. Ну, был недоволен, короче. И этот священник говорит, я пришел к тебе, потому что мне Бог в сердце так сказал. У тебя попросить милостыню. Я тебя любую милостыню приму. Но тот пошел, говорит, принесите ему свежий навоз. Ну, короче, принесли ему навоз. Он говорит, ну, это же несъедобное. Я-то съедобное у вас просил. Он тут говорит, ну, ты ведь как просишь-то? Пришел без спросу. Вот. Не слушаешь меня. Вот я тебе дал то, что дал, то и ешь. Он говорит, хорошо, и съел весь этот навоз. И пошел. В этот вечер царь ложится спать, засыпает, и перед ним стоит правитель ада и гора навоза свежего. Говорит, этот человек благочестивее тебя в тысячу раз, поэтому ты сейчас будешь есть тысячу раз больше. И тот царь начал есть навоз свежий. А там в аду, там все одинаковые, хоть царь, хоть государь, хоть простой, рабочий. Все наказываются одинаково. И он кушал, кушал во сне навоз. Потом проснулся такой, думаю, слава Богу. И как только он засыпал, опять та же картинка, уже меньше навоза. То есть, ну, кушал, кушал, старался. Спать уже не хотел, уже там пытался не спать. Ну, как только заснет, опять кушает навоз. И он тогда взмолился, побежал к своему священнику придворному, говорит, что я вот такая ситуация, я виноват, что делать. И тот ему говорит, ну, есть способ сделать так, чтобы облегчить вам вину. Ну, вам надо переодеваться в простого человека, просто в простого одежды, идти в город и ругать самого себя. И тот, кто будет, ну, говорит, да, да, он там царь такой-сякой. И тот, кто будет тебя ругать, тот будет частью спражнений твоих есть. Ну, правильно, да. И он пошел там по городу, ругался, ругался на себя. И как бы все меньше, меньше навоза, прям быстро куча уменьшилась, ему так понравилось. Вот. Но он же себя ругал в это время, ему как бы, ну, так, такое покаяние. И когда уже кучка совсем маленькая стала, небольшая, он думает, да что ее есть, пойду еще кого-нибудь найду. И уже в городе особо никого не было, кто бы его поругал. Пришел к одному монаху, говорит, царь такой-то, такой-то там. Тот монах смотрит на него, смотрит. Говорит, слушай, можно я помолюсь, потом с тобой поговорю? Тот говорит, ну ладно. Тот пошел, помолился, приходит такой к нему, руки сложил, говорит, дорогой государь, вы сами уж доешьте свою кучу. Говорит, я не буду вас критиковать. Да, человек критикует, он ест вот испражнения, вот эти все грехи человека, которые тот в этой жизни совершал или в другой, имеет значение. Особенно возвышенных людей критиковать очень опасно, это разрушает веру. Вот, например, если ты веришь в Бога и критикуешь верующих другой традиции, особенно возвышенных, то твоя вера тоже будет разрушена. Богу не нравится, ему все равно какая-то традиция, люди верят в Бога и слава Богу. Он любит всех. Конечно, Бог доказывает, вот в этой традиции, он говорит, это самая лучшая традиция. Вот я сколько не изучал священное писание, там доказывается везде, что это самое лучшее. Точно так же, как человек считает свою жену самой лучшей, если он праведник, своих детей самыми лучшими человек, свою страну самыми лучшими считает, так и сам свою веру. И это все подтверждается Богом. Да, говорит, самое лучшее. Я знаю одного святого, он уже не живет сейчас на этой земле, но он, когда ездил по разным храмам, он говорит, у вас самый лучший храм. Потом в следующий храм приезжает, говорит, у вас самый лучший. И его ученики говорят, ну, как бы, это же самый лучший там же был. Он им говорит, по секрету я скажу, все храмы самые лучшие. Поэтому так можно говорить, ничего страшного.